всем привет дорогие друзья с вами все красиво и сегодня я хотел бы поговорить про бдг версия 2.0 патч 7.3.5 на вов циркуле x4 и накопилось довольно небольшое количество материала которое хотел бы обсудить и донести до вас как более информативный видос без монтажа и всего такого прочего и начнем мы с рейтингов как обычно и появились некоторые нюанс на связаны с талантом кровавые черви то есть вы набираете 30 крита 30 хосты и гиром и спокойно можете брать место разбитого сердца кровавые черви и хоста вам дает больше прока червей а крит дает вам больше взрыва этих червей естественно оно хилит вас довольно таки неплохо если собрать его именно под статы ну и плюс не работает на этот талант наш баф на хосту от костяного щита которые повышают ваш показатель скорости на 10 процентов оно не так работает оно работает именно на базовом уровне именно черви оно скалирует именно ваши вашу хосту который у вас есть именно от гира а не от костяного щита по рейтингам это все то есть все остальное становится так же как я говорил в предыдущем видосе поэтому перейдем наверное к талантам насчет талантов я бы хотел уточнить пару таких моментов это как кровопийца и буря костей которые берутся ну кровопийца также как я и говорил если у вас не хватит прожимов либо же как и буря костей вы берете его на челлендж испытания на бдк там оно есть более полезным чем другие таланты и так как оно у нас челлендж работает немножко кривовато именно кровопийца сможет вам вернее буря костей сможет вам больше дать профита чем чистилище и насчет талантов это тоже все то есть такие некоторые нюансы которые я лично заметил которые я лично смог как-то использовать и перейдем сразу к тринкетам насчет ринкетов чтобы хотел сказать появились некоторые нюансы которые я хотел бы рассказать в плане того что механика боссов и урон который они наносят в гробнице саргераса более превоспладает физ урон что где хп как бы как таковое не особо да и ценится и на такие моменты есть несколько три которые так или иначе помогут вам дать больше профита на таких босса как город хаджатан госпожа инквизиция и так далее и одна из этих тринкетов это лихорадочный панцирь по аптайму она такая же как и любую любой другой режим такой как триняса скорпирона как пересредоточенное переплетение стихий а как как другие трини до которые просто прок прокающие сами по себе то есть раз пять забой в среднем то есть где-то раз в минуту раз полторы минуты плюс-минус может быть чуть больше она прокает довольно что неплохо чувствую себя на таких босса как госпожа и фамилию которой я не проговорю никогда в жизни вот и есть еще такой такая триня как гротесная статуэтка которая падает с изумрудного кошмара с ксаве последнего босса что она делает она получается вешает на босса дебав который уменьшает весь входящий у вас урон до 30 процентов она стакается единственное что каждый стак не продлевает действие эффекта то есть у вас может прокнуть последний стак на 30 процентов на последнюю секунду и дебав пропадет и наложится новый довольно хорошая триньям альтернатива как для физ урона она очень хороша это просто две трини которые реально заходят как альтернатива именно этому тринкету есть триня с чтс с ксаве это бьющееся сердце тьмы что она делает она ну 880 с которым не было она уменьшает весь входящий урон на три процента стакается до трех раз и прокает от критических ударов по этой цели так как у меня гир позволяет критовать довольно часто эта тринья висела перманентно на боссе но она уменьшает весь входящий урон на 9 процентов грубо говоря на 10 по вам что является статичным но это три я на самом деле немножко получше будет так как в большинстве случаев эти стаки количество этих стака будет превышать снижаемый урон по вам на 10 процентов то есть там будет 11 и выше в 60 процентах всего времени боя что является более лучшим вариантом но если у вас этой триней нет то бьющие сердце тьмы с миф обычки даже то она да будет она будет довольно таки неплоха насчет ринкетов ну на таких боссов как хаджетан например можно комбинировать взять например экзоскелет и ходить например вот так а насчет этого триней я не знаю насчет харджетана протест на статуэтку например да в плане того что уменьшает ли она входящий по вам урон от стаков скорее всего нет если судить логически вот механики боя скорее всего так как это стаки и например у босса было десять стаков например да от этого 3 нет нет например и входящий по вам урон уменьшена 15 процентов а потом она пропадает его накладывает новый стак что будет она там обновляется или пропадает этот эффект или урон увеличивается или уменьшается например остановится инстантным и так далее то есть это слишком это сложно прогадать вычислить и я еще не успел и по тестике еще не знаю как она себя будет вести на этом боссе я буду 10 его на следующем кд если не забуду конечно но в основном я бегаю в г гс таким макаром она сестер я беру прожеша на госпожу я беру панцирь и кортесную статуэтку на огорода что в обычке что в гере аналогичный набор там кроме как прожиматься на стак вернее на каст общий для всех антимагический панцирь это вполне достаточно потом вы просто не умрете она мифик я думаю там просто надо прожиматься под раскол брони там например под последний тик там прожать и захват рун и все равно бегать с этими тетями так как это все равно физ урон и ничего с этим страшного не станет поэтому насчет ринкетов да это все еще если реликвари ду проклятых да в плане того что он делает то же самое что и экзоскелет но его можно брать на пару с экзоскелетом то есть два тринкета таких носить и в чем прикол в том что прожав экзоскелет вы через 15 секунд сможете прожить или реликвари душ это дополнительный сейф но просто и вы как бы я уже говорил и опять же скажу дальнейшем и пока и поговорим про легендарки насчет лилек тут очень очень и очень спорный момент потому что есть леги которые помогают вам в любом случае которые спасут спасут вашу жопу при любом раскладе а есть леги которые помогут только в некоторых нюансах и как пример я возьму тихо андрей в мифике которого я танчу в сулуку любой бдк это может делать понятное дело поэтому я не никоим случаем не пытаюсь себя как-то поставить выше или уебаюсь но этот босс просто как-то более годится как пример для проверки такой легендарь как клятва кровожада то есть пояс то есть билега которую или большинство дк что бисовой на танка а что хочу сказать я как танчу тихо андрея на каждый рой то есть на 1 у меня кровь вампира захват рун на 2 у меня магический панцирь захват рун и если так небеса сложились у меня не откатилась кровь вампира на следующий рой то там незыблемость и захват рун что хочу сказать я что дает нам пояс на таки он на таком боссе да он дает нам возможность юзать кровь вампира и захват рун перманентно на каждый рой два слива постоянно надобность в других сливах пропадает более чем совсем и в этом есть некоторые нюансы того что некоторые леги дают нам больше профита такого как например палец который поможет нам именно на тихо андре как раз таки да и большинстве боссов таких как ржатан например тоже в геройке танчи сулу кул и при этом иметь как хп так и захват рун и сливов достаточно то есть это то же самое как брать кровопийцу и пояс да больше своего больше прожимов и так далее но вы не реализуете их все я незыблемость до юзу очень редко в очень редких случаях только тогда когда мне сливов просто не хватает почему потому что надобность в этой прожиме отпадает за то что у меня есть два захвата рун есть кровь вампира есть ринкет на всякий случай есть магический панцирь на всякий случай и так далее и тому подобное и если я которая лучше дает профита это запы и она работает немножко неправильно то есть она не дает нам не 15 процентов а около 50 плюс минус потому что каждый второй или каждый третий удар смерти мне дается бесплатно вот то есть в этом есть еще соль и и это кольцо она утилитарная она просто есть она просто спасать вам жопу а потому что кровь вампира так или иначе она просто увеличивает вам хп не на базовом уровне а вернее кольцо дает нам такую возможность а если судить по другим легендаркам которые у нас имеются то тот же придаст очень хорош на челлендж очень хорош либо же просто носить если у вас нету этих двух лет спасает что же по ногам это зависит от вашей механики то есть она но это как бы многие фактически делают то же самое что и делают запы а если по факту рассуждать логически то есть вы просто дополнительно у вас есть 60 единиц силы рун вы просто копите до заполнения шкалы этой полностью на фул а потом только сливаете как только по вам проходит урон и вам нужно захилиться у меня же миру меня механика немножко другая я сливаю удар смерти по кд стакая себе щит так или иначе он меня спасет поэтому ноги это такое тоже ситуативный момент в плане механики лично вас как вы играете а если наняла натель это очень хороший перманентный баф почти перманентный на плюс 5 к отхилу на плюс 5 к урону но из профита это мало что даст это если коваться в урон просто в урон это брать тоже стена наняла натель и зап почему я не беру гемоастаз чисто из-за того что весь его потенциал не реализуется в корне а полерина акируса слишком ситуативно то ли очень только на кросса это не факт освежеватель душ меньше профита даст по отхилу по сравнению с запами проклятого кровожата я сказал эти леги две леги просто бесполезны также как пояс также как и кольцо ненависть архимонда можно брать на пару с тринкетом с гулдана на алуриэль переживать аннигиляцию или бич скверны в сулуку если вас там будет слишком больно так как урон неизвестен так как она еще не убивается она еще остается неприступной даже для в плане освоения ну и насчет состных линии дарок я же повторюсь что они слишком и слишком утилитарны вернее не утилитарно не слишком ситуативные и некоторые больше используются некоторые меньше есть два две леги которые более или менее используются на постоянно поэтому опять же таки насчет легендарок этот такой спорный момент некоторые бонусы от легендарок взаимозаменяемы как многие запу некоторые леги просто кому-то нравится больше кому-то нравится их не механика кому-то меньше но и в плане профи так как бы запу и кольцо кольцо утилитарно просто она больше спасает нежели там тоже насчет легендарок это все и как бы если сравнивать этих танков дк дх это такие прикольные танки да я сам вкачал только недавно дк дх и хочу как бы посмотреть что он может что он может делать сам и так далее то есть задыха как-нибудь я тоже спешу гайд но это будет не скоро только я оденусь только я буду закрывать какие-то актуальные рейды хотя бы гс геру если я смогу закрывать дыхашникам то я может что-нибудь там расскажу но пока я сам там никуда не разбирался не лез мне достаточно того вот и пока я буду ориентировочно на нем цели направлено на него а там посмотрим что хотел сказать по остальным танкам друиды очень хорошо и очень хорошо себя чувствует на киждене в любой уровне в любом уровне сложности потому что там сама механика босса построена что без огромного количества хп и брони что дает мишу мишка как сам класс механика самого класса да там очень прошу прощения там очень проблематично выстоять то есть в плане такого вары это сломанный класс он сломан везде на всех пиратках где-то только можно только на рече чисто из-за того что этот сервер существует уже очень давно там вары работают и тоже танчат на всех остальных серверах именно циркуля катакризм панда легион вон там на самом деле да они плохо работают и так далее паладины полу актив полу пассив танки которые могут и захилиться слегка могут и засейвится слегка могут и поглотить урон предотвратить и так далее я танчу на пару с паладином и и мы особо так и не паримся и не чувствуем каких-то жестких проблем в плане танкования монах за монаха тоже не могу ничего сказать такого именно сверхъестественного знаю не есть знаю не танчат так далее просто был момент рофу в том что он немножко сломан в плане собственной же механики он вешает добавь я не помню точно какой я за монаха я монахах пока еще не спец он вешает добавь на босса который вернее на самого себя который сам сам себе же убивает поэтому тоже есть такое но все танки хороши я не спорю но он за некоторых нужно больше понимания механики класса за некоторых нужно больше шмот больше каких-то определенных моментов например дк универсальным тем что ему на рейтинге и avoidance который существует у паладинов или варов ему насрать так как его здесь просто грубо говоря нету и в плане механики того же удара смерти чем больше у вас летела урона за пять секунд тем больше у вас отхилит удар смерти эта механика тоже есть место быть и поэтому тот же придаст он мало мало что может дать какого-то профита по сравнению с остальными легендарками если иметь именно в полевых условиях испытания проходить какие-то рейды и смотреть какие леги вам больше всего помогут а насчет дк пока что это все когда-нибудь выйдет анторус и может быть что-то изменится может добавить какие-то новые механики какие-то новые тринкеты может много новая легенда может какие-то легендарки сломаются некоторые легендарки будут работать лучше но до этого чем нужно дожить хотел бы сказать спасибо а галвиру ирису и фельдшеру за некоторые нюансы которые как-то смогли помочь а также дайлара или иллюзорка в скубачках артур мой танк второй с которым я танчу который тоже есть бдк который тоже малость рассказал про тоже некоторые нюансы в плане механики и поэтому спасибо именно этим ребятам которые так или иначе поспособствовали в собирании информации на счет именно бдк того что он может и так далее на этом все надеюсь это видео было вам полезным спасибо за внимание и до скорой встречи а